Привет, это канал Джон и Ева. Продолжаем нашу кругосветку. Мы проехали автостопом 31 страну и в США купили машину. Теперь мы находимся в Альбукерке, Нью-Мексико. Доброе утро, сегодня мы поедем дальше, но у нас есть такой завтрак сначала. Вот это французский тост такой. И это такой сироп, как бы из кефира, можно сказать. Ягоды, молоко. Вот Кортненский сделал. Все тут собрались, кушаем. И вот Абигил показывает нам эту юбку, она сама шила. Они решили, что будет классно для видео. Прикольно. Все, пришло время прощаться. Мы хотели показать вам комнату, в которой на самом деле Грэнд, он нам дал свою комнату. И у него комната вся заполнена разными плакатами с динозаврами, медалями. Вот, очень-очень уютная комната. И он единственный мальчик в семье из четырех детей, так что у него уже, несмотря на то, что он такой молоденький, у него уже своя комната есть. Такие классные ощущения, потому что мы просто выходим из дома, и нам не нужно выбираться из города, нам не нужно искать классное место для автостопа. Мы просто берем вещи, переносим их в машину, садимся в машину и едем. И хотели поделиться своими планами, что мы сегодня покидаем Альбукерке, да? Да. Классно. И он, конечно, выучил, как на русском это говорить правильно. И мы едем. На самом деле у нас нет хоста, у нас нет на ближайшем расстоянии никаких друзей. Так что мы не знаем, где проведем эту ночь. Скорее всего, проведем в машине, и я очень даже не против. Но у нас есть цель, куда мы едем, у нас есть вверх направление, мы едем в сторону Флориды, в сторону... Мы едем в Техас сегодня. Мы сегодня будем в Техасе? Да. Мы сегодня уже будем в Техасе, в нашем третьем штате. То есть мы начали с Аризоны, сейчас мы в Нью-Мексико, и сегодня мы надеемся достигнуть Техас. И мы едем в одно место замечательное, которое находится где-то в 400 километрах отсюда. Место, где очень много кадиллаков, и что именно это за место, вы узнаете чуть-чуть позже. Ребята, такой момент исторический. Здесь справа тянется дорога параллельно нашему шоссе Ай-40. Тянется дорога, та самая известная историческая дорога 66, Route 66. Эта дорога, я так понимаю, мать всех дорог здесь в Штатах. Это была самая первая дорога, которую они построили, по-моему, в 1929 году. И она тянется из Калифорнии в Чикаго. Так вот, эта дорога 66, сейчас ее уже не очень видно, но вот вдалеке видна, справа поднимается. Оказывается, она была практически, она была убрана из американской сети дорог в 80-х годах. Вот, так что везде на ее месте, не на ее месте, а рядом построили хорошие скоростные трассы. И, на самом деле, в некоторых Штатах еще есть участки, небольшие участки, где ты можешь ехать по этой дороге. Но они небольшие, и в основном, как бы, эта дорога просто превратилась в такую сельскую дорогу. И обычно по ней люди не ездят. Вот, но мы периодически видим знаки, что есть съезд на эту дорогу 66, историческую дорогу. И она так рядом с нами идет, просто параллельно. И будет возможность, покажу вам этот знак, покажу вам дорогу. Я думаю, что мы будем на этой дороге. Вот, она прям рядом, рядом с нами. И здесь все называется 66, казино, отели, заправки, все прям 66, 66, 66. Вот один из примеров, как много здесь по Штатам ездят вот таких вот домиков на колесах. Кстати, из Аризоны машина едет, как правило, сзади, и сам дом на колесах. Вот, и таких очень много. Они есть маленькие, есть очень большие, есть вообще очень крутые. Просто огромные дома на колесах, мне кажется, очень большие, даже не представляешь, что это внутри. И это так распространено, их прям очень много. В Аризоне было много, сейчас в Нью-Мексике, в Нью-Мексике очень много, я не знаю, что там будет в Техасе, но пока вот в этих двух штатах очень-очень много домов на колесах. И на самом деле у нас есть жена, да. А, это другой какой-то названец. На самом деле у нас есть жена, мечта тоже купить когда-нибудь такой домик на колесах и отправиться с ним, с нашей семьей в путешествие. Да, сейчас мы слушаем музыку. Прикольно, да, так как у нас безливитный интернет, мы можем даже клипы включать. Да, это круто. Ребята, сейчас такой небольшой лайфхарт, мы пришли в Макдональдс, и мы на самом деле заказываем все как обычно, но мы скачали приложение, и приложение дает тебе разные коды и скидки. Получилось так, что мы заказали всего лишь 2 бургера за доллар, то есть 2 доллара в общей сложности, или 2,50. И по приложению мы еще получили среднюю картошку бесплатно и бесплатную газировку. Это работает очень круто, то есть мы заплатим 2,48 и мы получим бесплатную газировку, картошку, только потому что мы нашли эти штуки... Мы просто скачали приложение, но кажется только 2 скидки за заказ, но мы можем просто отдельно заказать свой бургер и все. Правильно. Очень круто. Ивусия впервые за рулем, мы покушали немножко, и теперь мы едем. Молодец, как себя чувствуешь? Очень классно, очень классные зеркала, очень классное окно сзади такое большое. И да, мне очень нравится, единственное, что я не знаю габариты, так что мне пока немножко тревожно, что ли. Вот, и еще иногда я чувствую прям очень сильный ветер. Да, сейчас прям очень много ветра. Но едем потихоньку, обаним Мексико в сторону Техаса. Там много вертушек вдалеке, очень много. Наверное, штук вообще 100, что ли. Вот тот самый момент, мы выезжаем уже из Нью-Мексико. Написано, вы выезжаете из Нью-Мексико. Очень просто. Техас стейтлайн. Вот теперь мы в другом этот поясе, временном, как это? Временном поясе. Добро пожаловать в Техас. Да фига, вот этих вертушек. Прикольно. И везде, со всех сторон. А вот тем временем, я первый раз за, ну, за жизни, по-моему, монтирую за, ну, как бы, я не за рублем, но в машине. Пока мы едем, прикольно, может быть, удастся немножко быстрее монтировать так. Но одновременно нужно смотреть вокруг, потому что здесь много интересного. Ну, как сказать, здесь много неинтересного. Но иногда очень интересно, очень красиво. В целом, здесь в основном плоско, как-то, очень ровно, да, равнина. Хотя вдалеке иногда такие небольшие горы. Мы сейчас увидели «Перекати поле». Прямо перед нашей машиной, такая, что, что это за картонка такая перекатывается. А потом увидел, что это «Перекати поле». Прямо первый раз в моей жизни настоящий «Перекати поле», как в этих всех фильмах про Техас. И в мультфильмах тоже, так круто. Жалко, не успели сам заснять. Ну, мы можем ставить какой-нибудь. Ой, довольно плохо пахнет. Здесь много коров, вот здесь. На самом деле, Мексик... А, блин, Техас довольно известен своей говядиной. И вот здесь, откуда, наверное, эта говядина? Ого! Они просто идут, идут, идут. Вау. Тысячи, тысячи коров здесь. Вау, продолжается. Так пахнет плохо, честно. Остановились мы, ребята, вот в таком месте. Прямо вдоль трассы. Ветер очень сильный. Одна девочка мне сейчас дала спрей. Краска. Не знаю, какой-то даже цвет. Сейчас попробуем что-то даже нарисовать. Вот так выглядят машины, ребята, искать за ветер. Здесь много очень много. В 74-м году поставили эту выставку. Но это как бы искусство. Есть целая история. Если интересно, можете почитать Карлайк Рэнш. О, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Девочки просто дали нам много краски здесь даже. Мы, наверное, что-нибудь нарисуем. И вот такая фишка, что теперь люди постоянно приезжают и что-то красят, что-то добавляют. Неожиданно такой вот сильный-сильный ветер здесь. И мы просто включили телефон, смотрим, написано Severe thunderstorm watch. То есть может быть очень большой шторм с громом. С грозой, как сказать. Да. А я спрашивала, Джон, может быть такой, что будет дождь? Он такой, не знаю, давай посмотрим, открыли, а тут шторм ожидается. Надеюсь, что не будет смерч. Подъезжаем к городу техасскому Амарилу, называется. Прикольно. А теперь сворачиваем на юг. Не знаю, через завтра, послезавтра, что ли, мы поедем в Астон, Техас. Stay to the right. Держимся правее. Мы сейчас проезжаем в город, который называется Happy. Счастливый. Вот он. Еще раз заправились. И в этот раз, ну, мы заплатили, по-моему, 37 долларов целый бак. Здесь сейчас бензин стоит 2.09. И это за галлон, конечно. И получилось 457.7 миль. Это круто вообще на одном баке. Это получается 736 километров. Нормально? На одном баке. Это круто. По сути, за 37 долларов 736 километров. Нормально? Доброе утро. Доброе утро. Я пытаюсь немножко учиться играть на гитаре. Ева там расчесывается. И мы спали, не знаю, вот в таком вот месте. Здесь рядом есть место для пикника. Пикника. Мы использовали прием моего брата с его девушкой. Они мне говорили, что они много путешествовали в Сиоми-Нивене. И они говорят, что нужно смотреть спутниковые съемки и просто искать место, которое выглядит подходяще. Потому что здесь, в этом регионе Техаса, просто поля, поля, поля. И практически нет деревьев. И поля, поля и какие-то частные дома. Так что очень сложно спрятаться. И мы хотели поспать в машине. Поспали, хорошо. Все было довольно даже удобно. Всю ночь спали. Не было так холодно, как в тот раз, когда мы спали в предыдущем Миню-Нивене. Но было, по-моему, 15 градусов ночью и 20-23, что ли, днем. Как, в принципе, летом в Канаде, где я жил. Периодически машины проезжают, но это не так сильно мешало. Никто к нам не подходил. И что? И будем ехать дальше сегодня. Просто развлекаемся. У нас нет ограничений по времени. Так что просто сидим, общаемся. В Техасе очень много нефти. И вот здесь вот на каждом шагу вот эти установки, я так понимаю, нефтедобывающие, которые добывают нефть. Их очень много с разных сторон. Вот там вот в кустах просто плохо видно. И прям даже запах такой. Вот здесь вот. Вчера, кстати, мы посмотрели первую серию Breaking Bad во все тяжкие. Потому что наша машина в этом сериале. И так смешно было, потому что у него были проблемы с закрытием бардачка. Это так смешно, потому что у нас то же самое. Не закрывается легко. Как бы ты его не делал, он прямо падает. Поэтому нужно просто его вот так вот очень сильно сделать, тогда он работает. Ехали, ехали, ехали весь день. И нашли такое место уже, так называемое rest area, зона отдыха или зона пикника. Здесь еще какая-то компания. Но я думаю, что они ненадолго, судя по музыке, они здесь кушают. Вот красивый закат. Прямо рядом с дорогой. Вот здесь есть такие столики, где можно кушать. Вот. И да, мы здесь проведем ночь и поедем завтра утром в Остин. Но я надеюсь, к обеду уже будем там. Доброе утро, ребята. Спали мы вот здесь. Прямо практически на трассе, но никто нас не тревожил. Вид был очень классный. И солнце сменилось красиво луной со звездами. Потом красиво луна со звездами сменились тучами. Так что сейчас то тучи, то солнце. Небольшой дождик. И сейчас мы будем завтракать. Будем делать сэндвичи с арахисовым маслом и с джемом. Да, вчера мы купили почти 2 килограмма арахисового масла за 6 баксов, по-моему. Хлеб за доллар и джем. И это очень, как бы, традиционная американская еда. И в Канаде тоже мы это часто едим. Так что я подумал, что будет очень хорошо в дороге. И вчера было очень вкусно. Заезжаем в Остин. Колоссальные такие развязки всякие. Как говорится, все большое в Техасе. Я уже все путаю. Большие развязки. Там 3 этажа. Может быть даже 4. Там я вижу, да, 4. Кажется, что мы заехали уже на платную дорогу. И насколько мы понимаем, там были камеры. Так что, по идее, они должны прислать счет по почте. А у нас номера только сзади, потому что из Аризоны. Здесь в Техасе у них спереди тоже. Я не знаю, они успевают, фоткать сзади или нет. И плюс, я не знаю, они отправят в Аризону или нет. Надо будет почитать. Ивочка водит. Молодец. Сейчас в большом городе будешь водить. Тут есть такой знак по трассам. Написано, don't mess with Texas. Типа, не играй с Техасом. И штраф, если будешь мусорить, до 2000 долларов. И опять такая развязка. Немножко меньше, но все равно тут три этажа. Привет, друзья. Мы уже в Остине. Хотим вас познакомить с нашими друзьями. Это Хуан и Джейми. Супружеская пара. Они нас с радостью согласились прийти здесь на несколько ночей. И мы хотели вам сказать такую вещь, что когда мы покупали машину, наш Pontiac Aztec, я его называю Пончик, у нас был с машиной такой вот брелок. И он не работал. Мы думали, делал батарейки, мы поменяли батарейку, но он все равно не работал. И тогда мы позвонили дилеру, который все еще работает с этими машинами, и спросили, сколько будет стоить новый брелок, и что они сказали. 147 долларов, по-моему. И я зашел в интернет и нашел такой же брелок за 9 долларов. Так что мы заказали два. Мы даже две взяли, да. Два брелька. И говорят, что можешь сам настроиться. Так что мы зайдем на этот сайт и сейчас разберемся. Сегодня что-то так, что друзья Пасх, и вот как американские дети, что они делают с этими шариками. Не смейте, если я снимаю это, я никогда не увидела это. Я из России. Это очень круто. Так что они просто раздавливают эти яйца, а внутри в них находится папье-маше. Круто. Это очень круто. А эти яйца, они из... Да, это как бумага, и внутри такие маленькие. Прикольно. Сейчас Джон пытается перепрограммировать ключи, чтобы они работали. Держать кнопку. Мы приехали на ужин к друзьям, наших друзей. И теперь мы все вот за домом огромным. И сегодня Пасха, кстати. Так что у них есть такая традиция, что дети должны пойти и искать яйца, собирать яйца. Здесь вот такие вот пластмассовые яйца. Можешь открывать, и внутри есть какие-то конфетки. Я как-то в детстве мы не делали это. Но, насколько я знаю, некоторые семьи это делают тоже там, где живут в Канаде. Но мы никогда не делали. У нас, кстати, у нас были такие вот корзины, и каждая Пасха, типа, как это, этот зайчик пасхальный, он приносил конфеты с утра. Ну, как Рождество, по сути. Интересно, она определённые только берёт. Они везде. А у них будет столько конфет. Поиск продолжается. У неё вообще практически нет места там, в корзинке. Смешная традиция. Там Евочка. Они каши не прячут? Я думала, они их прячут. Я думаю, что когда дети чуть-чуть постарше, они их прячут. Вот есть, есть одно вон там, в дереве. Вот что Ишмейл собрал. Может быть, я попробую. Вот такие конфетки вот. Мы были вот в этом вот доме. И вот такой вот район американский. И в Техасе люди очень любят свой штат. И вот этот флаг Техасы, вот номер дома написано. А, и с той стороны то же самое. Они очень-очень любят свой флаг. В некоторых штатах ты практически никогда не видишь флаг штата. А здесь вообще везде находится. Первый раз такое вижу. Вот так вот торчат сбоку. Так неудобно, наверное, для езды. Может быть, кто-то знает, для чего эти штуки вообще. И с другой стороны то же самое. Пока-пока. Все, мы прощались, попрощались с нашими друзьями. Было здорово. Знаете, у них такая маленькая квартира. Только спальня, гостиная. И даже ребенок спит в кладовке там. Ну, довольно большая кладовка, но... И маленький ребенок, как вы видите, видели. Но они спали в гостиной. Мы спали в их спальне. Мы говорили, что не надо, но... Каждое утро Джейми, жена моего друга... Ну, они оба наши друзья теперь. Они... Она пропадает английский по интернету каждое утро. В 4, что ли, в 5 китайцам. И да. Так что так было удобнее. Но нам очень понравилось немножко увидеть жизнь такой молодой семьи американской. Но мы только один день здесь были, к сожалению. И вчера был дождь, так что мы даже толком не посмотрели Остин. Так что мы сейчас ходим смотреть Остин. Да, это так. Мы вообще сложно привыкнуть. Мы две ночи были в машине, потом две ночи здесь. И нужно двигаться, но одновременно нужно смотреть город. Ну, как бы хочется. Особенно Остин смотреть. Я слышал много хорошего про Остин. И... Ну, как бы нужно еще монтировать. И, может быть, развлекаться. Хотя это не так много получается пока. Мне нравится. Ну, пока все хорошо. Загружаем все в машинку. Слушай, милая, я думаю, что... И едем. Вот так выглядит Остин. И там видел Капитолий, который мы сегодня с вами посмотрим. Вот он огромный. Не видела. И парк прям перед Капитолием. Большой, большой. И, конечно же, здесь очень плохо с парковкой. И что мне нравится, в Штатах же здесь постоянно люди сидят на полу, на траве. Вот как тут мужчины. Здесь, кажется, мало. Хотя нет, дальше тоже вдалеке много. Постоянно люди валяются на траве и что-то читают. Или едят. Или спят. Или что-то учат. Мы думали остановиться около Капитоли, немножко посидеть там на лужайке. Но там большая проблема с парковкой, потому что все, буквально все занято и переполнено. Так что мы просто проехали, показали немножко вам, посмотрели сами. Увидели много официальных лиц с охранниками. Разные черные машины представительские. Тоже, видимо, государственные. И сейчас мы поедем куда? Ну, есть какая-то стена, известная где граффити. Там, по сути, Капитоли – это здание красивое и очень красивый парк. Но есть другие красивые парки, я думаю, которые будут более доступные. Так что можно делать экскурсию Капитоли, но, насколько я понял, нужно 10 человек и заранее нужно забронировать. Вот это то, что я читал в интернете. Немножко центра Остина. Люди катаются на двухколесных, что это такое? Сегуэй, по-моему, называется. Сегуэй. По центру Остина. И весь город такой холмистый, ты постоянно вверх-вниз, вверх-вниз. И очень много зелени. Кстати говоря, я так совершенно не представляла Техас. Мне казалось, что это все одна сплошная пустыня, но нет. В Техас есть разные, есть где эта пустыня, где куча-куча зелени. И вот здесь та знаменитая стена, точнее несколько стен, которые все исписаны граффити. Я так понимаю, что люди постоянно обновляют рисунки и постоянно что-то перерисовывают. Следующий пункт в нашем плане, который составил мой любимый муж, это библиотека. Ну да, городская библиотека, центральная. Мы просто проезжали, ехали в библиотеку, и вот такое вот место есть, где на велосипедах катаются. Очень круто. Всякие трамполины и так далее. Трамплины? Я не знаю, как правильно произносить. И прикольно, тут есть какие-то более, как сказать, не пожилые, но люди там среднего возраста. Вот, катаются, вот, катаются, ооо, прям летают, круто. И маленькие есть дети, по сути. Мне нравится. Да, там мужчины сидят, там 40-летние, мне кажется. Круто, что это прямо в центре города. Сейчас еще один едет, я попробую поближе снять. Вау. Круто. Я видел такое, как бы, у своих друзей на дворе, во дворе, но я никогда не видел это публично прямо в центре города. Ладно, платим за парковку. Можно еще немножко? Вот, засовываешь монетки. Стоит здесь доллар двадцать за час. В принципе, не так дорого, но не так дешево. Пятьдесят цены, да? И прикольно, каждый раз добавляешь и поищут, сколько день, ну, сколько минут это будет. Посмотрим библиотеку. Что тут такое? Они взяли деньги. Вот чек. И вот чек. Надо будет ставить на окно. Я вижу там машину. Там уже штраф висит. И у него, по-моему, парковка до где-то полчаса назад. Так что они очень активно, кажется, смотрят. Да, у него написано на окне сколько. И там уже штраф. Да, вот здесь написано 12.03, а сейчас 12.50. Так что... И мы приехали, не знаю, минут пять назад. Так что они сразу-сразу сделали ему штраф. Вот библиотека. John Henry Falk Library. Публичная. Прикольно. Я просто подумал, что мы можем посмотреть, как-то сравнить библиотеки России, США. Онлайн каталогов. Да, можно смотреть, что тут есть. И еще никто не брал никакие документы, ничего. Просто мы зашли. Куча-куча книг. Везде компьютеры. Я так понимаю, что здесь есть интернет. Глобус даже есть. В США здесь поделено на штаты разные. Круто. И это публичная, бесплатная городская библиотека. Давай поищем, какие книги есть на русском языке. Я думаю, что будут. Можно спросить у людей. Человеческое тело. Много книжек. И так все прям чистенько, ухоженно. Чек-аут. Что такое чек-аут? Типа, когда ты уходишь? Когда ты берешь какие-то книжки? Подожди, ты бесплатно можешь брать книжки, да? Да, скорее всего, да. Круто. Да, ну это публичная библиотека, да. Джон ищет на русском книжке. Здесь разные курсы. По-моему, я нашел какие-то книги на русском. Вот, работы на русском языке. И потом ты берешь бумажку, можно записать код. Можно взять карандашики. Давай. Мы нашли вишневый сад Чехова. А что ты записываешь? Код? Код, да. Здесь очень много комиксов, Marvel. Просто это все Marvel, Marvel. Marvel внизу. Прикольно. И очень много аниме разного. Вот, Капитан Америка. Нашли, мне кажется, уже иностранные книги. Вот, я вижу немецкий флаг. Китайский флаг. World languages. Polish and Russian. И нам сюда. Ух ты! Борис Акунин даже есть. Азазель. Классно. Акунин. Даже есть метро 2033. Анна Ахматева. Здорово. Секреты русской кухни. Мы же не вставим. Ух ты! Прикольно. Майонез, майонез. Я так скучаю. Поэтому все много. Классник. Классник. Не так много. Я даже не... А, это значит, получается, польский. А это русский. Держите. Русские байки английского акушера. Прикольно. Да. Рвота беременна. Может, пожрем, пойдем? Да ну нах. В таком виде. Джон, смотри на португальском. Смотрите, как есть. Мы думаем языки. Польский, русский, японский, корейский. Здесь итальянский, немецкий. Здесь французский, немецкий. Вот это, кажется, корейский, а то был японский. А, вот. И китайский, японский, корейский, вьетнамский, хинди. Они это назвали азиатские языки. Что еще, китайский, французский, арабский и китайский. Ух ты, это я легенда, это я точно знаю. Я легенда. Я легенда. Я арабский. На арабском не так много книг, кстати говоря. Вот, Коран есть. Дальше испанский. Испанский, вот бразильский флаг, и там российский флаг. Испанский, очень много испанской литературы. Конечно, потому что... Потому что так близко к Мексике. И плюс в Штатах очень много текаридных панком языке. А я не знаю, что это такое. Это, по-моему, журнал. Они так их собирают. Журналы чего? Всякие. А-а-а. Разных годов? Да. О, запах такой старый. Как будто ее никто не открывал много лет. Ну, 70... Сколько лет до 9-го года? Я думаю, что не так много открывают. Прикольно. Это же крутые тачки, которые у нас были. А, давай найдем год, где мы родились. Когда я родилась. Наверное, здесь было про падение берлинской стены, когда я родилась. Вот, например, A Day in the Life of China. Это был сентябрь, 89-й год. Вот, ноябрь, смотри. Я точно чувствую, что там будет про берлинскую стену. Москва. Да, Москва. Москва. The Big Break. Опять тут есть бесплатные пакеты для собак. И мы сейчас подходим. На самом деле, эти велосипедисты нам рассказали, что есть такой источник здесь, что ли. Здесь есть где поплавать. Мы думаем, может быть, посидеть здесь. Да. И кажется, там даже бесплатно. Прикольно. Это просто парк такой. Здесь очень много парков. Там нельзя кушать. Там что-то кушают, по-моему. Но там написано, что нельзя. А здесь точно можно. Вон, прикольно. И даже есть этот спасатель. На самом деле, здесь написано, что платная... Ну, здесь можно оплатить вход в бассейн. Так что, не знаю, сколько стоит. Там, по идее, оплатная парковка, но там, где нужно платить, закрыто. Так что, видимо, бесплатно сейчас. Мы решили здесь посидеть. Вкуснялась. Покушать чипсы с таким соусом. И посмотреть, как люди плавают, видимо. Еле-еле чипсы. Вот сейчас мне удалось скормить одну штучку белки. Она прямо до дома сейчас сидит и кушает. Видно, она прикольная. Вот так вот пишет. Какая смотри, у вас одна. Ты такая хорошая белка. Кажется, что для нее это очень много еды. Я просто буду снимать. Не переживай там. Не переживай. Довольно большой. Мне кажется, это девочка. Где ты так? Ой, я тебя плохо вижу. Давай с этой стороны. Опять кормим белочку. Ой, как тебе дать? Ой, села. Может быть, ты не белка, а белок, как Джон называет? И тут, кстати, у нас трансляция идет по инстаграму. Если вы не подписаны, пожалуйста, переходите. Ссылка в описании. Мы выходим в прямой эфир. У нас есть безлимитный интернет, так что выходим. Сейчас я покажу, как это выглядит вот так. Вот Джон и Ева стоят. И вот как мы снимаем. И снимают белку. Выйти во влоге. Наши планы немножко поменялись. Мы делали эту трансляцию в инстаграме. И моя подруга из Украины написала. Это, ну, как бы семья моя знакомая хорошая. И они пригласили к себе домой здесь в Остане. Я даже забыл, что они тут живут. По-моему, я когда-то знал об этом. И так что мы проведем ночь там. А тут что написано? А поездки завтра уже вхар? Я хотел посмотреть тут насчет билетов сюда, потому что кто-то говорил, что не нужно платить, по-моему. Мы подошли, и оказывается, что стоит 3 бакса за местных и... Ну, это за взрослых. И 8 баксов за неместных. Прикольно, очень красиво, да. Там вообще много спасателей. Мне кажется, спасателей 6, что ли. Тут есть, там есть, там есть, там есть, и тут есть, и еще дальше есть. Красиво. Даже есть, где можно прыгать в воду. Да? Где? Ну, доска или как называется. И кто-то просто загорает. Немножко Остина, в который мы и возвращаемся опять. Вы видели это? Russian House, исписанный под хохламу. И там было написано на здоровье. Называется русский ресторан Russian House. Классно. Вот, ребята, смотрите, пробки прямо как в родной Москве. Время 5, и я так понимаю, что это уже время, когда люди уже возвращаются с работы. И просто трафик в обе стороны просто очень-очень медленный. И второстепенные дорожки. И эта дорожка, и любая другая дорожка. Все стоит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Можно здесь показать. Выглядит карта вот так вот. Возвращаемся обратно в Остин, и сегодняшнюю ночь проведем в Остин. А завтра поедем в Хьюстон. Вот это Тесла, ребята. Тесла. Прямо это кроссовер. Мне кажется, это самый новый, что ли. Мы приехали. Вот друзья. Оксей и трое детей. Тут Леша, Ляля и Альберт. Правильно? Альберт. И Ева пробует эту штуку впервые в жизни. Я так понимаю, что нужно как-то расслабить, просто стоять, как обычно, нет? Ну, ты легко сказать. Мне страшно. Так, подожди. А что ты имеешь в виду, когда ты гришь вперед ноги? Вперед ноги чуть-чуть наклоняешься. Вот это да. Чуточка. Она едет вперед, наклоняешься назад, но не поедет назад. Так круто. Мне кажется, очень страшно. Интересно. Есть ли какие-то случаи с этой штукой? Люди умирают? Нет. Нет? Нет, не попадай к маме. Может быть, было такое? А? А первое ощущение, организм так, тело так непривычно, прям хочет рубироваться и куда-то упасть. Попробуй без это, без руки. Что? Хочешь держать? Подожди секунду. Ну, хорошо. Пробуй вот так. И, наверное, назад. Теперь назад не больше страшно. Я, наверное, вижу очень странно. Это первый раз. Немножко, да. Немножко, да. Немножко садишься. И, если ты хочешь, если ты хочешь вниз, тогда нельзя вперед, а надо назад. А, назад надо. Я не знаю, как это. Вот. Надо вот так. А-а-а. А-а-а. Понятно. Нет, не было. Слушай, по-моему, я не снимала, мне так кажется. Я не знаю уже. Мне казалось, что я снимала. Вот теперь Джон, в общем, пробует. И, кажется, у него классно получается. На самом деле, я не снимала, как он вначале пробовал, но здорово. А когда вам подарили... Как называется это? Хаверборд. Хавер что? Хаверборд. Хаверборд. Когда вам подарили хаверборд? А-а-а. Дышать, я поставил боль. Вот. Нас теперь снимает. Оно же работает. Оно включено. А вот. Давай посмотрим, что ты сделал. Теперь ты... А, оно все еще работает. Ты просто снимай. Ты можешь просто снимать. Ты можешь просто снимать. На каком языке вы говорите? Ну... 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 Ну, я... Ну, я... Ну, я... Ты что-то английские? Они обычно... Ну, классные. С школы пришли, они... Круто. И вот Оля. Она увидела трансляцию сегодня и позвала нас. Круто! Я вообще совсем забыл, что ребята здесь живут. И у нас крутой сюрприз, что сейчас будет борщ. Вообще неожиданно. Мы думали, что в это время мы будем ехать в Хьюстон, наверное, и спать в машине. А так поспим здесь. Мне так нравится, когда наши планы меняются спонтанно. И классно говорить таким вещам, да, и испытывать что-то новое, чего не было в твоей жизни. И буквально еще утром в твоей голове, и ты уже вообще знакомишься с другими людьми, ты в другой семье, в другом доме. Это очень классно. Вот Леша и Оля приготовили для нас ужин, что для нас было вообще такой приятной неожиданностью. Они приготовили борщ. И на столе лежит, вы не поверите, друзья, кабачковая икра. Пусть здесь все написано английском, но это кабачковая икра. Она даже пахнет настоящей кабачковой икрой. Здесь чеснок и еще что-то. Да, чеснок и кабачки. Очень круто. Вот как получилось. Оля решила, что у нас появилась такая идея. Потом увидите позже, во что это преобразуется. Заплетает такую потрясающую косу. Даже не коса, а колосок. И он какой-то супер классный. Прям сверху у тебя идет. А мне Оля дала вот такое вот платье длинное. И у нас будет фотосессия небольшая сегодня. Вот что получилось. Три косички у Джона. Нас часто подписчики просят заплетить, чтобы мы заплели Джона косички. Вот, заплели. Оля заплела и такие крутые. Да? Да. Вот, нас просили заплести Джона косички. Наконец-то мы это сделали. Точнее, опять же, Оля заплела. Прям как у викинга. Но у викингов обычно одна косичка, по-моему. Да, не знаю. Может быть... Весь в косичках. Да, можем прогуглить. И я в белом платье. Вот, немножечко по-другому вот бороду стали. Очень классно. Отсюда начинается коса. В принципе, мне нравится больше, чем предыдущие даже. Да, да. И вот, Иви сделали кудряшки. Такая красота. Красотка. Это так чуждо в этом путешествии, ребят. Чтобы вы понимали, за год и восемь месяцев я ни разу надела себе кудри. И я... Да, быть в платье. И вот такой вот... Не знаю, как будто мы на вечер какой-то приглашены. Или как будто у нас свадьба. Это так странно для меня. Потому что в этом путешествии ты просто мыслишь очень практично. Так, у нас чистые джинсы, чистая футболка, чистая голова, душ принят. Все. Губой готов. А здесь прямо так... Так круто. Я так благодарна, на самом деле. Оля, это очень новое ощущение для меня. Вот процесс. Я стою, держу свет. И мы фотографируем Джона. Точнее, Оля фотографирует Джона. Смотри вперед и вниз. Вот так вот. Никогда не знаешь, чем закончится приглашение в гости.